так ну что настроились розовый фламинго и так комары умерли малярия исчезла апокалипсис вывезли отсюда 20 тысяч тонн соли с фоткой меня я и соль ну наконец мечта сбылась я нахожусь в области ульциня приехала на ульцинскую соливарню ну вернее все что от нее осталось она уже не работает лет десять обанкротчена сегодня идут судебные процессы и и пытаются вернуть государству ну а пока здесь есть магнит который меня приманивает это розовый не камелия а фламинго песню помните розовый фламинго дитя заката говорят их тут живет около тысячи но я могу ошибаться в каждый год прилетает какое-то свое определенное количество самое большое здесь насчитали две с половиной тысячи фламинго если не ошибаюсь четырнадцатый год был пойдем считать цапля есть что-то может в виде пеликана отсюда далеко сейчас бинокль возьмем еще серая цапля фламинго пока не вижу но мы уже добрались до первого озерца то таких несколько затопленных полей и вот это наша цель потому что птицы находится именно там а не на пересушенных полях до нога пойти он дальше еще видно может километров 500 пройти пойдем до следующего зашли мы в домик где надо смотреть птицы он конечно терпит крах таких дырках но скажу вам птицы видно потом маленькие черненькие то мне кажется есть фламинго самое главное взять на ультинскую салону бинокль не знаю где будете убрать у нас я остался купите купите в яхте на магазине может в аренду кого-нибудь попросите так ну что настроились ли вы не такие смешные вы действительно фламинго раз два три четыре очень много каких-то уток разных ну я не знаю как птицы эти все называются для меня просто утки есть и большие какие-то огромные наверное сапли а фламинго знаешь тяжело узнать они ныряют в поисках еды они едят здесь рачков каких-то и не видно их ног как называется ноги у фламинго копыта да нет не копыта короче говоря чаще видны их попы копы да и поэтому их сначала тяжело узнать они не ярко розовые они светлые какого-то белого цвета а розовый оттенок зависит от появления в пище бета-каротина его фламинго получают из рачков и планктона интересно что у самцов более выразительная окраска оперения чем у самок на соленых болотах ультинской саланы фламинго можно увидеть все 12 месяцев году но только при взлете фламинго отчетливо видно их розовое перенье если вы bird watcher или орнитолог или по-русски скажем просто любите посмотреть на птиц а приезжайте сюда в ультинскую салилу одевайтесь обувайтесь удобно и гуляйте по этим тропинкам сюда прилетает огромное количество птиц то на зимовку ну а кто гнездится или постоянно жить с 2003 года здесь стали появляться розовые фламинго в какой-то рекордный год их насчитали 2500 особи представлять какое-то количество даже там вижу черные бакланы сидят тут есть такие специальные понтоны поставили я не знаю то ли это для птиц то ли для самих орнитологов но птички их тоже используют птиц 250 видов а это половина от всего количества в европе то есть представляете какое прекрасное здесь заболоченное место для птичек как сюда попасть на google maps точку найти легко я ее оставлю в описании мужчина здесь сидит в будочке 7 утра до 6 вечера понятно в 5 вечера приезжать не стоит поскольку короткий световой день особенно сейчас зимой я заложу часа 4 вот мы приехали в пол первого в 5 у нас будет темно феврале у нас есть два варианта или ходить пешком или взять здесь бесплатно велосипед но сегодня нам как будто повезло в кавычках велосипедов нет вернее ключа той коморки денег прячет ушел куда-то мужчина с ключами так что мы пойдем пешком говорят два-три километра до первого озера а потом уже будем видеть птиц так говорят собаками нельзя стрелять никого нельзя рыбу ракушки не брать там водятся голубые крабы знаю но брать тоже не будем называется ульцинска солана бая секулича это имя и фамилия черногорского партизана он умер во вторую мировую естественно с нацистами воевал вот его именем назвали это предприятие но на самом деле появилась она вовсе не в югославии то есть не в момент правления тита не во время коммунизма в тридцать четвертом году прошлого столетия впервые открыли эту солеварню она была гораздо меньших размеров это ее впоследствии и уже увеличивали ну а раньше на этом месте находилась болото пресноводное болото зогайско зог это птица по-албанских тут уже такое этническое албанское население живет и создавало на огромную проблему для близлежащего региона деревень люди болели малярия здесь была масса комаров ну и тогда черногорский князь никола а это уже стала наша территория черногорская в конце девятнадцатого века слышите наша говорю если никола принял решение что надо что-то с этим болотом опасным делать и решили здесь прорубить такой как канал создали порт милена в честь его жены назвали тогда зашла сюда соленая вода с моря оказывается что у нас озеро как из кадарской так и вот это болото было чуть ниже уровня моря и соленая вода перемешалась с пресной и так комары умерли маляри исчезла ну и со временем поняли что надо делать соливарня почему бы нет сегодня правда выглядит это очень удручающе смотри как окна разрушены штукатурка вся обущена а вот тот самый бая секулись в честь которого была названа ульцинская соливарня проработала она с 1934 года по 2013 и на этом заглохла вспоминайте 90 до что у нас было в 90-х развал полностью кризис экономический ничего не работало заводы там закрывались а потом что происходило приватизация здесь было то же само и только в начале двухтысячных история плачевная ну что попробуем заглянуть тут камушек подставлен смотри специально для меня ну почти пусто какие-то непонятные штуки валяются в общем все что было ценно и унесли огнетушители остались и еще что-то там полы кстати проломились крышу проломлены от управления соливарня ничего не осталось придется строить новую и есть хорошие новости в марте этого года должны соливарню постепенно возвращать в управление государством забрать участника которые тогда прикарманил апокалипсис хоррор можно снимать здесь да я люблю каша заброшки но когда ты понимаешь что на этом производстве работала масса людей что он приносила такую большую пользу и не только кстати государству соливарная приносила пользу и экосистеме это редкий я не знаю зачем я на этом фоне это рассказываю редкая история когда человек открывая некое производство да на природе он не вредит природе а наоборот помогает сюда стали прилетать птицы на зимовку гнездиться жить вот если бы не было здесь соленой воды в этом болоте старом то не все так не прилетали массово что тут есть ощущение что где-то кабинет бухгалтера рядом был вот соль выписывали куда-то вот тут путевой лист для служебной машины я вижу смотри сколько осталось этих бумаг прикин сейф самый настоящий посмотри видишь до этого ну что ж пришло время посмотреть где же хранили эту соль здание выглядит сегодня то что печально а плачевно крыши практически не стало соль вон она видите сколько и осталось была скандальная история в десятом году когда и будем говорить кто-то виноваты что с этим делать ну в общем говоря вывезли отсюда 20000 тонн соли и тихонечко продали себе кто-то в карман печально да на сербию везли пойдем попробуем на вкус ульцинскую соль кстати в этом хранилище смотрите какая земля как в пустыне до класса на все соленая кое все ржавое да как жалко она твердая стала но это соль реально офигеть все сколько дождя здесь упала на меня до можете это найдем чистую часть вот такой облизывать не хочу нас ли на течет знаете купил вот тут видно как ковшом и копались офигеть но она почему-то уже желтой с фоткой меня я и соль как можно сувенир домой взять да помыть дома солечку и борщик сварить потом цирики кристалла ульцинская соль офигеть некогда мощное предприятие прекратила работать в 2013 году я уже жила в это время в черногории и помню ульцинскую соль в любом супермаркете вот так она выглядела ну а сейчас такой не найти зашли в магазин проверить если в продаже ульцинская соль и смотрите что мы есть уже написано ульцин да а вот поверни назад вот ну не может пульсом паковать когда нет там сейчас то есть солеварня написано что земля производства албания увозит юдирует все доделывает компания записано просто вот стали потом свою печать такая хитрость жарко ульцин это самый жаркий город в черногории да сейчас феврале хочется раздеться но суть не в этом посмотрите что под ногами это таскать рельсы шпалы все что осталось до сюда подвозили на вагонетках соль выгружали все заброшено гниет кстати все что было из ценного металла продали вывезли жаль а вот это просторы да вы знаете что вот на этих полях впервые добыли соль в тридцать пятом году через год после открытия ульцинской саланы и это было 6000 тонн чуть позже ее увеличили и стало намного больше посмотри какие штуки тут интересные лежат что это у меня знаешь ощущение что я на марсе я нашла следы от и нло шире такой смотри какой гвоздь от шпал уже не рельсов не шпал и даже соли нет добыча соли резко упала в начале двадцать первого века и составляла в среднем около 17 тысяч тонн в год в 2019 году администрация ульциня объявляет салану природным парком и сразу же она была включена в рамсарский список и объявлено водно-болотным угодим международного значения и пока все эти 20 лет шли суды между государством и частным владельцем данной территории птички продолжали пролетать кушать своих рачков краба в рыбку я надеюсь это продолжится и с ульцинской саланой птичьим заповедником не случится бетонизация о которой так мечтает сегодняшний владелец идти немножко скучно потому что просто асфальт а гор нет которым ты привык горы далеко и глазу зацепиться не за что важно что помнить чтобы удобная обувь понятно без каблуков что-то типа кроссовок летом может быть макосины я не знаю какие какие босоножки приятные взять питья много вот у нас февраль мы ходим с пивом холодным вода обязательно ульцинский регион самый жаркий в стране а вы сто процентов пойдете наверное в пик сезона или когда жарко вот поэтому побольше воды магазинов в округе нету мы с собой взяли перекус поэтому берите обязательно вот эти вещи что идти далеко а еще видите велосипедов нам сегодня не досталось но зато похудеем возможно если пивом мало пить а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»